Всем привет, в данной самоделке я буду использовать уже любимые народные моторы на 6,5 дюймов, ну и желательно они даже быть максимально мощными. Под мощными я понимаю моторы, в которых магниты имеют размер 30 мм. Железо тоже пытается не отставать. А обмотка выполнена проводом 0,6 в 5 дюймов. Часто мне пишут, спрашивая как выбрать гироскутер с такими моторами, к сожалению ничего особо не подскажу. Если с подавцом не дается договориться о том, чтобы вскрыть моторы, ну или хотя бы взвесить сам гироскутер, то покупка в любом случае будет неким элементом сюрприза. У Андрея, канал Работодатель, есть удачные видео о том, как выбрать гироскутер с хорошими моторами. Тем не менее, если за десятыми колесами все достаточно, понятно, то выбрать гироскутеров с колесами 6,5 дюймов все еще остается лотереей. Изначально закрепить ведомую звездочку я хотел напрямую к мотору. Возможно мне просто повезло, не знаю насколько часто встречается именно вот такая вот форма вот этой части на моторах. Но в моем случае она просто отлично подходила к звездочкам. Звездочка садится на этот выступ как родная и сама как бы центруется на моторе. Остается просто ее закрепить. Ну из минусов разве что, вот этот бультик на моторе придется сточить. Ну и в таком варианте напрашивается слапнуть два мотора, зажав между ними ведомую звездочку. И в общем-то я уже было приступил к постройке такого привода. Но тут случайно наткнулся вот на это вот видео. Там автор буквально натянул звезду на мотор. И такой вариант мне понравился даже больше. Да и в исполнении вроде как даже попроще. В общем я решил повторить его опыт. Для реализации такой идеи внутреннюю часть звезды необходимо удалить любым удобным для вас способом, доведя ее вот до такого вот вида. На сути осталась тонкая кромка с зубцами. Ну и так сказать при натягивании этого чуда на мотор, колесо, у нас образуется пространство, в которое придется имплантировать достающий зуб. Как уже очевидно, одну из имеющихся у меня звезд пришлось спустить на органы. Точнее на зубья. Таким образом были изготовлены две звезды. Пока зубья просто приклеены на суперклей. Думаю понятно, что тут есть очень важный момент. Расстояние между всеми зубьями должно быть одинаковое. Вклеивание достающий зуб, естественно, это нужно учитывать. Ну и соблюдая такое условие, у меня получилось так, что звезда даже оказалась чуть-чуть великовата. На мотор есть некий зазорчик, который необходимо чем-то заполнить. И опять на помощь придет ремень для грузов из рва. Тот самый вот из этого вот видео. А вот если что, то самое колесо. И чувствует оно себя отлично. В данном случае нужен совсем небольшой отрезок. Достаточно обернуть колесо всего два раза. Ну и в таком виде наша звездочка уже довольно плотно усаживается на мотор. Прежде чем приступить к клеванию звезды, я приложил эту звезду на листочек и обвел. Данный файл я выложу в описании под видео. Так, на всякий случай, если у кого-нибудь возникнет непредалимое желание изготовить такую звезду самостоятельно из какого-нибудь альтернативного материала. Итак, оборачиваю два витка на мотор. Плотно надеваю звезду. Звезда на моторе. Кстати, место на моторе необходимо выбрать, исходя из вот такого вот условия. Думаю, понятно. Вот наш добавочный зуб. Его необходимо усилить, вплавив в металлические скобки. Скобки я сделал из обычных скрепок. Всего вплавил 4 скобки по 2 на каждый шов. Вступаю к склебню. Замешиваю эпоксидку. Эпоксидка та же самая, которая была в видео про изготовление мотор-колеса на 12 дюймов. Эпоксидка должна быть достаточно текучей и медленно затвердевающей. Не торопясь, равномерно наношу аккуратным слоем, выжидаю какое-то время, затем снова наношую еще слой и так до тех пор, пока эпоксидка не перестанет впитываться. Клей впитываться перестал, вставляю сохнуть на 24 часа. Прошли сутки, эпоксидка уже хорошо схватилась. Кстати, одну из звезд я использовал специально прозрачную, для того, чтобы было видно глубину проникновения клея. Вот так можно заметить, что эта эпоксидка прошла на всю ширину звезды. Почти везде она прошла как минимум до половины. Далее снова замешиваем эпоксидку и повторяем все с другой стороны звезды. Ну и спустя еще сутки добиваемся желаемого результата. Ну и опять-таки на прозрачной звезде хорошо видно, что эпоксидная смола проникнула на всю глубину и заполнила все необходимое пространство. Гусеницу буду делать изготовой, просто укорочу ее в два раза. Если кто-то ее не узнал, это гусеница муравей. Ссылочку на завод будет в описании. Итак, для того, чтобы гусеницу разрезать пополам, сначала необходимо удалить металлическую скобку. Ну а дальше распиливаем по этой линии. Кто-то использует для этого болгарку. Мне же не хотелось нюхать запах жженой резины, а может просто захотелось физических нагрузок. И я распиливал это вручную. В целом не могу сказать, что это довольно тудоемко. Но все-таки повозиться придется. Если смазывать это дело периодически силиконовой смазкой, то процесс идет гораздо приятнее. По итогу, как-то так должен выглядеть срез. Скреплять отрезы гусеницы буду при помощи родной скобки. После простой примерки решил все-таки, что все-таки, наверное, заложу небольшой механизм натяжения на всякий случай. Дальнейшие соединения двух моторов, а также изготовление рамы, особо подробно показывать смысла не вижу. Сделать можно по-разному. Тут дело о фантазии, вкуса, валяющихся шклезок с руками, ну и так далее. Плюс ко всему, в моем случае, моторы были уже довольно сильно БУ. После других проектов. У них в обоих присутствовали вторые оси, которые, по идее, вообще не нужны. А у одного мотора родная его из довольно сильно укорочена. Короче говоря, у меня получилась довольно усложненная конструкция. При желании сделать можно все гораздо проще. Первые наброски рамы уже готовы. Решил немножко поэкспериментировать с гусениц. Была некоторая информация, что если срубить вот эти вот внутренние шипы, то гусеница будет более мягкой. Вот здесь я уже начал их срубать. Сделать это можно достаточно легко. С помощью обычной стамески и молотка. Итак, все шипы у нас срублены. Также место соединения гусеницы решил дополнительно еще усилить. Сделал пару скубок из гвоздей. Вот так вот это выглядит с обратной стороны. По поводу эластичности гусеницы. Один из ютуберов, активно занимающийся изготовлением мотосаней, предлагал срубать эти выступы для лучшей эластичности. Если честно, то по-моему лучше не стало по сравнению с предыдущим отрезком гусеницы. Все вроде бы точно так же. Но думаю я все-таки поставлю эту гусеницу для начала. Как минимум будет забиваться меньше снег, но и трения с самими моторами будет меньше. Первые выезды и испытания уже были. По итогам испытания будут внесены небольшие изменения в конструкцию. К сожалению, видео о том, как это чудо едет, я снять не успел. У нас тут неожиданно снова наступило лето. Так что ждем пока снега, ждем зимы. Ну а дальнейшие доработки и испытания будут в следующем видео. На сегодня пока все. Всем удачи и пока.